всех приветствую сегодня на обзоре будет следующая машина это butterfly марка модель промышленная челночная тут китайцы сами себя превзошли я у них не припомню машин бытовых с таким челночным вообще в этой машине надо сделать следующее тут отсутствует ремень я точно не знаю но сейчас будет видно разберу это мотор от мотора идет на шкив там типа редуктора что-то и потом идет на вал на главный вот это маховик он так декоративный он служит для того чтобы просто вращать от руки там что-то помочь маленько движению машины электроникс электроникс позиционируется ну с электронного тут помимо педали педаль тут не родная сразу говорю тут ю дека стоит родная переделали ну родная все неисправно тут регулятор есть плавный регулятор оборотов вот эта вся электроника тут плата стоит все шпулька намотка шпульки здесь происходит это колпачок защитный так ну самое конечно примечательно это ротационная челночная промышленная вот как надо ну как на дорогих машинах типов фав но для бытовых это очень хорошо похоже она да на несколько машин сразу вот нечто подобное я видел немецкая машина называется как же она называется не помню не помню буквально недавно я видел на авито виктория по моему такая чистая германская сборка также она похожа и на ладу ну лады были по моему вот такими челночными машинами ну лада еще шли с челночными как у тулы и вроде бы как были отромки я врать не буду я ладу эту саму только на картинке видел 132 так что я не ручаюсь за достоверность но тут как обычно китайцы несколько машин взяли за основу при разработке тут вот ремешок стоит белоснежный девственно чистый шестерня зигзага тут все просто все металлическая ручка для переноски так это регулятор размера зигзага до 5 миллиметров вот от 0 до 5 здесь я так понял это позиционер иглы лево-право все по центру поставим это я так понял но это регулятор шага строчки а какая тут рейка рейка тут редко на каких машинах такие рейки бывают сейчас я ближе дам рейки продвижения но прямо дивная посмотрите какая тут рейка то есть четырех рядная вот здесь три ряда зубчиков здесь и вот большие ну то есть это хорошо очень это очень хорошо тут сделано далее ну а что далее тут надо всего лишь в этой машине подобрать ремень здесь отсутствует приводной ремень не только лишь только лишь но ремень тут вот такой я набрал какие у меня были сейчас буду что-то 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 подбирать и по ходу машину разберу и вам покажу устройство сейчас на платформу сниму для начала форма крепится на четырех точках вроде все открутил да так что тут не дает тут вот электронный блок вот она вся электроника она дали меня да надо 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 снимать вот она вся электроника на плата управление электромотором тут вот держится на регуляторе будет повод разобрать все тут вот она вся электроника переменный резистор так коробочка ладно так все равно тут так минуту а тут что можно в принципе надо запомнить так это вот земля первое так 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 и вот еще два можно принципе их отсоединить так запоминаем красное 5 это черное 4 так здесь 0 ну все понятно сейчас я откручу так колодочку эту отключим все регулятор снят тут иначе иначе не отсоединить двигатель соединяем двигатель идет вот два ладно это я потом помою смысле протру не помою так платформа нам не нужно сделать надо следующее да тут я как говорил вот она редукторная передача так где этот шкив вот на этот шкив на этот шкив надо подобрать ремешок всего лишь чтобы примерить ремень надо снять моталку три винта да тут не так то и просто завести ремешок не знаю подойдет или под не подойдет вот этот но у меня есть еще покороче ладно сначала пока вот этот пример крутил 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 и чудо произошло ремень стал на этот шкивок так но это же еще ни о чем не говорит тут я что-то не пойму тут же до меня делали почему шкив где шплинт от него он свободно на валу почему-то свободно на валу так или наверно он а все понял он потом зашплинтуется вот этим видимо вот этим предметом так ну дело в том что я его одел ремешок еще бы он по длине подошел было бы вообще прекрасно там надо ослабить если бы я не ослабила бы его не одел ослабить весь этот узел там стоит хомут я показывал таким образом сейчас прикинем большое конечно же куда нафиг вот такой ремень должен быть у меня таких нету у меня таких нет я не знаю где такие ремешки брать вот его размер так ладно чё же придумать сейчас буду смотреть что у меня еще есть у меня таких маленьких никогда и не было тут ремешок настолько свой у меня от обычных да так пока единственное что я могу сделать это замерить ремень и искать его на просторах интернета вот такой мне нужен ремешок сейчас я закреплю закреплю так и наверно примерно примерно прикинуть так метки поставить надо сейчас я зафиксирую сначала знать размер вот такой вот он ну где ж такой взять такой малюсенький он тут наверно на 60 где-то так примерно диаметром ну вот у меня есть нечто подобное сколько это часа замерю 70 на на 9 или 80 78 где-то около 80 это конечно же большой он даже если станет он будет где-то вот вот такой ремешок нужен вот такой вот где вот такой взять причем он нужен зубчатый сегодня программа минимум замерить ремешок какой нужен конкретно какой искать тут проблема была его замерить так одна меточка и вторая меточка так вот такой все снимаю так замерил по окружности 26 260 ну это конечно больше 260 как пишут на алиэкспрессе размеры там на 32 320 это на чайку подходит ну а тут то меньше тут 260 320 на чайку 260 диаметр я мерил где-то 62 вот такой надо ремешок искать именно зубчатый в общем так тут проблема была хозяева не могли замерить я замерил все теперь будем искать ну далее про эту машинку говорить я не считаю нужным потому как говорить не о чем пока ее на крыло я не поставлю найдя ремень будет вторая часть но сейчас я так все оставляю зачем ее собирать все держит отсутствие наличия вот такого приводного ремня ну я таких и не видел на 62 диаметр ладно всем пока до свидания но продолжение будет